Число сенаторов-демократов, выступающих против ядерной сделки с Ираном, во вторник удвоилось. Боб Менендес, представляющий на Капитолии штат Нью-Джерси, заявил, что его подписи не будет под документом, который позволит Ирану создать атомную бомбу. Менендес стал вторым представителем демократического меньшинства в Верхней Палате Конгресса, выступившим против президента Обамы, вслед за нью-йоркским сенатором Чаком Шумером. Напомню, что заблокировать сделку собираются республиканцы. Для того, чтобы преодолеть президентское вето, им нужны две трети голосов. Это значит, что против договора должны проголосовать 13 сенаторов-демократов. Сделку с Ираном сегодня же прокомментировал на Западном берегу кандидат в президенты США. Республиканец Майк Хакоби прибыл с визитом на Ближний Восток. 59-летний экс-губернатор Арканзаса пользуется особой популярностью среди американских христиан-евангелистов и религиозных консерваторов. В Израиль он прибыл для сбора средств на предвыборную кампанию. Недавно Хакоби сравнил договор, подписанный с Ираном в Вене, с Холокостом. Сегодня он попытался разъяснить свою позицию израильским журналистам. Образы и само слово «Холокост» использовали иранцы. Они сказали, что создали ракеты, которые принесут Холокост в Израиль. Это их слова. Израильские чиновники регулярно напоминают израильтянам и всему миру о том, что намерение иранцев — стереть Израиль с карты Земли. И как американец я боюсь еще одной угрозы, исходящей от иранцев на протяжении последних 36 лет. Они угрожают смертью Америки. Это лозунг, который они скандировали даже во время переговоров.